Дело в том, что Российская Федерация в плане идеологии, она сама в этом признается, страна абсолютно бесплодная. То есть мы не можем найти, нащупать национальную идею. Мы вообще находимся в какой-то прострации и в целом, как мне кажется, мы даже не выползли на нулевую отметку. То есть мы где-то в глубоком минусе до сих пор находимся. У нас нет ни одной, по большому счету, воодушевляющей песни, патриотической, любой другой. У нас нет ни одного фильма, который бы по-настоящему возбудил общественность, население Российской Федерации. Посмотрели один раз, послушали один раз и забыли. И именно поэтому сейчас идет такой жесткий уклон в сторону Советского Союза. Советский Союз превращается, это абсолютно по всем опросам, причем тут даже не пенсионеры участвуют в этих опросах, не те, кто жил в свое время в Советском Союзе, а абсолютно молодые люди, которые вообще не знают на практике, что такое Советский Союз. То есть Советский Союз, как показывают эти соцопросы, становится блестящей легендой, которой он, может быть, и не был на самом деле, но тем не менее вот эти провалы Российской Федерации, которые заметны всем и пенсионерам, и детям, и кому угодно, они как раз головы россиян поворачивают в сторону мертвой страны, но назад мы идти уже не можем. Поэтому мы в этом плане идеологическом находимся в тупике. У нас действительно нет ни одного достижения, которое мы можем предъявить российской истории. И, пожалуй, это, на мой взгляд, самый настораживающий признак изо всех параметров Российской Федерации. То есть падение экономики — это одно, падение протона — это одно, а вот отсутствие действительно вот этого творческого начала — это гораздо более серьезные вещи. Если бы мы сейчас подняли по российским регионам, а такие люди еще остаются, каких-то людей, которые могли бы придумать некие носители из разряда стратегической культуры, тогда Россия бы на малых деньгах, на небольшом бюджете смогла бы действительно контролировать весь мир. Ну, приведу пример. В свое время Америка придумала джинсы. Их до сих пор, их десятилетиями после этого носят. В свое время Америка придумала популярную молодежную музыку. Мода была придумана на Западе, но не Америка. Музыку придумала, скажем, Британия, но Америка не отставала от нее. И до сих пор они придумывают различные стили. То есть мы должны посмотреть немножко дальше вперед. А какой стиль завтра изобретет Америка? И тогда мы, собственно, вот на этом малом бюджете, на этих единичных мозгах сможем вырваться вперед. Но этих людей никто не ищет, потому что этим людям надо давать квартиру, минимальный соцпакет. Никто не желает жертвовать какими-то копейками для того, чтобы получить все.